Теперь мост открыт не только через реку Пикапур возле Таркас-Эля, но и через реку Воротар-Каяха. Здесь уже могут не останавливаясь проезжать автомобили. А совсем скоро по федеральной трассе Сургут-Салихарт можно будет и вовсе ехать без единой остановки. Ведь еще один мост через реку Хапоку-Яха рядом с Губкинской стелой собираются сдать в эксплуатацию. Основные работы мы заканчиваем по верху моста. Планируем с понедельника пустить движение по мосту. Эмил Фанта – сварщик пятого разряда. Мужчина – этнический венгер, поэтому имеет такое необычное имя и фамилию. Сейчас Эмил уже заканчивает свою работу. Потом будет помогать остальным рабочим. Ну, сейчас варил перила. Сейчас их крашу. Закрашиваю. Потому бы они… Ну, грунтую. Они грунтованные были. Но сейчас, где я варил, краска варила, вот докрашиваю. А пока Эмил красят, другие рабочие фирмы готовят территорию к рекультивации. Бригада планирует отсыпать откосы моста, на которых будет высажена трава. Строители готовятся к благоустройству. В данный момент нам надо разобрать отбойник. Разобрать отбойник, чтобы здесь были лотки для слива воды. То есть он немножко намешает. Здесь будут проводиться земляные работы. Потом устанавливаны лотки и бордюры. Также на мосту завершают работы по установке барьерного ограждения. Реконструкция ведется ударными темпами. Однако строители не укладываются в сроки. Мост должны были сдать еще 25 августа. Но подрядчиков задержали в весенние паводки. Уже через неделю дорожные плиты с объездной дороги через реку Хапокуяха будут демонтированы. Далее предстоит убрать оставшийся строительный материал и рабочую технику. И на этом работа подрядной организации будет закончена. Дмитрий Самойленко, Ильшат Ракаев. Новости Губкинского.